Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин, и я хочу сегодня вам показать, как бы и поучаствовать, посражаться в этой игре. Это одна из моих самых любимейших игр в свое время, это 2005 год, самых любимых стратегий я имею ввиду, когда она создавалась, это Corsair 3. И, то есть, это пришло у меня, как бы, ну, может быть, последствием, следом за годикой-два, и была не менее популярной для меня личной игры, я провел в ней достаточно много времени, мне было очень интересно играть. Давайте начнем с настроек. Обычный, агрессивный сторон, скорость развития тоже обычная, состояние колонии, пускай фартпосты остается, отношение к игроку обычное, частота энкаунтеров обычная, чё? Ладно, случайность с обычаей тоже обычная, напишем, остальное все оставляем здесь, общая сложность выберем юнга, для того, чтобы сразу же изучить и освоиться во всех аспектах игры. Я давно не играл, наверное, уже почти 10 лет. Да, этой игре в этом году исполняется уже 10 лет, так что игрушка в свое время, у меня на старом компьютере, который сейчас вот был до вот этого нового, она просто не запускалась в ней. То есть, не было возможности запустить, сегодня я могу в нее поиграть, и, значит, пробуем. Так, создадим профиль, конечно же, наш любимый претер, выберем французскую колонию, и начнем, я думаю, с самого, что ни на есть, сначала юнгу я выбрал, чтобы узнать все подробное. Так, давайте начнем. Море. Море помнит все. Его волны хранят отзывы к этой битвы, когда юная республика сражалась за свою свободу. Но когда победа была близка... Предательство. Следы великих событий нелегко стереть со страниц истории. Через годы книга может распахнуться на том же месте. И тогда флаг свободы вновь поднимется над бескрайним морем. Уровень графики может быть не такой великолепный, но для своего времени, для 2005 года, это было действительно потрясающе, это было великолепно. Это было просто супер все. То есть, без проблем. Так, вы капитан Шарф? Совершенно верно. Чем я могу... Прекрасно. У меня есть для вас посылка от вашего отца. Но мой отец погиб 20 лет назад. Как он мог мне что-то послать? Я всего лишь посыльный и выполняю то, что мне поручили. То есть, передаю вам вот это. Теперь прощайте. Мне нужно идти. Что это? Эй, постой! Новая запись в новом журнале. Так, секундочку. Что это за запись? Кто это был? Наследие Шарфа. Сегодня в порту я встретил странного человека. Он сказал, что у него будет мешать, наверное, музыка. Давайте немножко уберем эту самую музыку. А то она действительно будет мешать. Меня будет не слышно из-за нее. Я вообще лучше от нее избавлюсь. Ну, конечно, может быть приятно этой классической музыкой. Иногда, бегая вот по этим городам, немножко себя как-то разнообразить. Но, тем не менее, давайте сегодня спокойно будем себя таким образом вести. И посмотрим, что у нас есть. Пока у меня ничего нету. Я первый уровень. У меня опыта вообще нету. Единственное, что у меня есть, это... 4000 пиастров плюс... Есть подзорная труба, похоже, да? Самая простая. В два раза увеличение. Есть шпалыш простой, простая шпага, дешевая сабля. И есть мушкет, скорее всего, да? Дешевый пистолет. Ну, ладно. Это пока все, что у меня имеется. И способностей у меня пока нету. Но пока не будем расширять. Давайте сначала познакомимся с предстоящими представителями здешнего, так сказать, населения. Дамы ходят и очень много военных, я смотрю. Но как-то я все-таки думал, что сразу же будет обучение. Я как-то не вижу никого, кто мог бы мне сейчас тут пригодиться. Время... Так, время раннее утро, да, получается, сейчас. Во времени... Ну, время... Вот оно, как раз. Он только что дал, да? 10.24. И будет оно продолжаться до тех пор, пока я не лягу спать или не отправлюсь в море. Во. Первый человек. Когда можно будет все это... Изменить время, да? Изменить, но я спешу. Здравствуйте, капитан. Если хотите, я расскажу вам о том, как сопровождать корабли. Конечно, с удовольствием послушаем. Обычно задания на сопровождение корабля бывают двух видов. Экскорт корабля из колонии, где вам дали задание в другую. И наоборот, сопровождение корабля из другой колонии в ту, где вы получили задание. Такое задание вы можете получить в таверне или у губернатора. Если корабль нужно сопровождать на другую колонию, то он присоединится к вам сам, когда вы войдете в море. Если же его нужно встретить на другой колонии, то, доплыв туда, вам нужно сначала зайти в таверну и поговорить с его капитаном. Достигнув пункта назначения, вам нужно зайти в таверну и поговорить с капитаном сопровождающего судна. Чтобы закончить задание, получить награду за успешно выполненное задание, можно у того же капитана, у которого вы взяли его. Над головой человека, который может дать вам задание, всегда висит воскресательный знак, а над головой человека, которым нужно поговорить для продолжения миссии или получения награды, вопросительный. Спасибо за совет. И эти советы, которые, вот тут их несколько штук будет, штук 10-15, я буду получать опыт, сразу дойду до второго уровня, думаю, у меня получится это. Так, добрый день, мужчина. Капитан, не желаете ли узнать немного о работорговле? Многие смотрят на это занятие свысока, но втайне завидуют прибыльным торговцам живым товаром. Конечно, с удовольствием послушаем. Задание на доставку определенного количества рабов можно получить у работорговцев, которые часто слоняются на улицах города. Рабов можно добыть, захватывая корабль и порабощая оставшихся живых матросов. Захватив нужное количество рабов, вы можете сдать их за награду работорговцу, который дал вам задание. Над головой человека, ну, это мы уже с вами слышали, да, который может дать вам задание, висит воскресательный знак, над головой человека, с которым нужно поговорить, продолжение миссии получить награду вопросительный. Спасибо. Это 2005 год, это Карибское море, сейчас вам даже карту покажу. Карибское море, да, то есть есть Тартуга, есть Ямайка, есть Пуэрто-Рико и разные другие острова. То есть эта игра была чуть-чуть раньше создана, как началась, помните, эпопея пиратов Карибского моря. То есть это тоже Карибское море, это тоже пираты Карибского моря, можно сказать. Но до того, как это появилось на экранах телевизора у нас, и немножко раньше, и немножко другая история, поэтому чуть заранее. И может быть для кого-то она покажется новой и интересной, для кого-то может быть нет, но мне она была всегда очень интересной. И поначалу, когда я начинал играть, мне было просто, ну, я долго времени провел, я даже записывал в тетрадку там, что какие цены на товар тут можно купить, какие можно продать, где подешевле, где подороже. Так, попытался набирать деньги, пытался захватывать здание, но здание, говорю, острова, все это очень интересно и сложно бывает иногда. Но поначалу, все-таки не так все и сложно, то есть наоборот, в конце, не так все и сложно окажется. Если вы хотите постичь сложную искусство торговли, я могу дать вам пару советов, капитан. Конечно, с удовольствием послушаю. Торговля на островах очень развита, ибо прибыльна. Одни колонии производят товары, которые нужны в других, а купцы постоянно собирают караваны в Европу, чтобы за бешеные деньги продать в Старом Свете то, что здесь стоят гроши. На каждой колонии есть магазин, в котором вы можете продавать и покупать товары синим цветом. В списке товаров отмечены те, которые колония импортирует, а зеленым те, которые колония экспортирует. То есть импортирует, значит, дороже здесь покупаешь, а экспортирует, значит, дешевле. То есть зеленым цветом мы покупаем здесь, продаем там, где это все синим цветом, где это все дороже. Соответственно, цены на товар будут ниже в той колонии, которая ее производит и экспортирует, а выше в той, которая его импортирует. Если вы захотите узнать больше о таком элементе интерфейс, нажмите на него правой кнопкой мыши, чтобы увидеть конкретную подсказку. Спасибо. Еще 150 опыта я получил, и это все входит в мой судовой журнал. Так, ты кто? Здорово. Ригис Брене. Не желаете узнать побольше о том, как нанимать офицеров, капитан? Конечно, я с удовольствием послушаю. Офицеры обычно приходят в таверну, чтобы найти нанимателя. Поговорив с трактирщиком, вы можете вызвать меню найма офицеров в один момент времени, в таверне можно нанять до трех офицеров. Умелые и опытные люди встречаются редко. Характеристики у офицеров точно такие же, как и у вашего персонажа. Они получают опыт и растут в ранге так же, как и вы. Эти характеристики с ценой найма и показателем лояльности также отображаются в меню. О последнем пункте следует сказать особо. У каждого офицера свой характер и принцип. И если ваши поступки будут им противоречить, его лояльность будет падать. И в конце концов он покинет вас. Если вы захотите узнать больше о каком-либо из элементов интерфейса, нажмите на него правой кнопкой мыши, чтобы увидеть конкретную подсказку. Ну я это знаю. Спасибо. Короче, сейчас я вам покажу, как это все делается. Я буду нанимать самых неопытных, тоже первого уровня, офицеров, для того, чтобы тоже развивались они вместе со мной. Ну и так будет намного лучше, намного приятнее мне же самому распределять очки навыков между ними, потому что это будет для меня же и выгоднее. То есть, если будет какой-то там, допустим, где у меня, вот. Допустим, если это будет навигатор, я буду его расширять, улучшать его возможности. Да, у каждого такого будет нанятого мой офицера карьера здесь. И будем смотреть, каким он игрокам... Какой он репутацией относится, какое у него состояние в отношении всего. Так, что касается... Так, 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 команда, команда... А, ну давайте начнем, наверное, все-таки с капитана. Вот, с капитана Шарпа. Назначить я не могу, по той причине, потому что пока у меня нету. А потом я могу назначать это. Ну ладно, со временем мы с вами посмотрим, как это делается, если успеем сегодня за одну серию все увеличить. Вот единственная у меня тактика на более высоком уровне, на два. Остальные все по одному. Ну, я буду эти способности и умения потихонечку увеличить, но не сразу. Сначала разберемся во всех особенностях, да. У меня есть корабль, на котором есть припасы. Ну, не все припасы, только самые необходимые. Это и парусина, припасы для еды, бомбы и тому подобное. Да, у меня такой вот корабль шестого уровня, да, получается он, люгер. Не самый слабенький корабль, но мы разберем. Команда у нас полностью здорова. Здорово. Матросов 50, солдатов 27, мушкеты 6, канонеры 22. Они нам нужны будут для того, чтобы мы в боях сражались более-менее хорошо. Ладно, давайте пообщаемся еще с людьми, которые тут есть. И над которыми перевернутый восклицательный знак находится. Извините, но я спешу по делам. Ригис Бобо. Капитан, я могу кое-что рассказать о перевозке пассажиров, если вам интересно. Конечно, с заводством похуже. Человек, которому нужно куда-то попасть, не трудно найти на городских улицах. А губернаторы иногда нанимают корабль для доставки куда-нибудь вражеских важных персон. Эти обычно сами поднимаются к вам на борт, если вы согласитесь их подвезти. Иногда вас могут попросить забрать пассажира на другой колонии, отвезти ее туда, где вы получили задание. Такие пассажиры обычно ждут вас в таверне. Доставив пассажира в пункт назначения, вы можете отправиться за наградой. Если пассажира вы подобрали на улицу, разыщите его в порту прибытия и поговорите с ним. Чтобы получить свою плату, если же ваше задание вам дал губернатор, то он же вам и заплатит. Главой человека, ну это мы уже с вами слышим, да, еще 150 опыта получил. Я пока никому ничей патент не взял, но я думаю, что я возьму под французский патент. Мы находимся сейчас на Гуаделупе, и вот этот мужик, который дал нам наше знание, да, что наследие шарпа, а вот, вот эти вот данные, которые я только что узнавал у людей, оно все здесь в журнале находится, да, журнал при помощи F2 нажимается. Отлично, давайте еще поищем людей, которые здесь ходят. До какого-то момента, я даже не помню, до какого, можно будет выйти, потом будут открыты ворота, по-моему, насколько я помню, на остров носом. Не просто на, вот здесь вот, непосредственном месте, а более в глубину острова эти ворота будут открыты. Когда этот остров, по-моему, будет принадлежать, не, если я не ошибаюсь. Церковь пока закрыта, я не помню точно, когда открывается церковь, но я точно знаю, что она откроется когда-то. Может быть, лояльность ко мне будет повышаться, то есть моя, может, я грехи буду отпускать, отпускать, у меня, мне будут отпускать священники. Давайте походим еще здесь, посмотрим, что тут у нас имеется. Так, первым делом, я думаю, что нам нужно зайти в таверну. Я думаю, что неплохо будет зайти в таверну. Все, здесь никого больше нету. Опыта больше я ни от кого не получу. Ну, на самом деле, их было больше. Может быть, они в таверне сидят. Ладно, об этом узнаем чуть позже. Давайте зайдем сначала в верфь. В верфь. Для чего нам нужна верфь? Просто посмотреть, что там продается. Ну, пока я, конечно, приобрести ничего не могу. Добро пожаловать в мою верфь. Чем могу быть полезен? Мне необходимо починить суд, а может приобрести новое. Так, ну денег у меня не так вот много, чтобы... Вот, смотрите, стоимость вот этих вот люгер. Сколько? Сколько он стоит? 8889 я могу купить, но у меня денег таких нет. Продать я могу его за сколько? Свой люгер. Когда я продам свой люгер, мне, по-моему, дадут шлюпку какую-то. Самую простую. Но я продать могу за 2900 всего лишь, да? Свой люгер. Шлюпка... Ну, не шлюпку, конечно. Шлюпка-то она... Шлюп. Она гораздо дороже. Дороже, но вот на самом деле вот эти вот корабли, вот эти вот офигенные. Тяжелый Галеон, Панас, Фрегат. Они мне будут нужны, когда я смогу уже завоевывать другие острова. Ладно, этому всему свое время. Так, это что, это починить, да? Наверное. А, могу продать. Но я пока ничего продавать не буду. Хотя, может быть, начнем именно на Quick Silver называется. Корабль мой. Может, его продадим, а? Для начала. Просто на шлюпке вкладываем первое время. Дополнительные деньги никогда не помешают. И к тому же, я же только начинающий. Будем потихонечку зарабатывать деньги. Я думаю, что возможно это все. Продать за 2 900. Я продаю. Вот простой у меня. Тартана, да? Простая. Она вообще ничего не стоит, можно сказать. Она 0 пиастров стоит, да? И, в общем-то, я на ней далеко, конечно, не уплыву. Но между островами я думаю, что я смогу. Переплывать. Но денежки мне сейчас будут очень нужны первое время. Ладно, а что ты можешь еще мне предложить? Так, все, я больше не хочу с тобой говорить. Я продал ему. Может быть, я сделал это неправильно. Но для начала это все тоже хорошо. Мне кажется, что... Опа. Зря я достал оружие. Это нажим на клавишу Е. Латинское. Так, вот еще один мужик. Который даст мне опыт. Команда сердца любого корабля. Да, и капитану полезно узнать, где и как нанимать верных людей. Я могу рассказать вам, где и как нанимать моряков. Вот, конечно, с удовольствием послушаю. Обычно люди, желающие нанять на корабль, оживаются в таверне в ожидании потенциальных нанимателей. Поговорив с трактирщиком, вы можете вызвать меню найма команды. В этом меню отображается количество потенциальных членов команды каждого типа. Матросы, канониры, солдаты, мушкетеры, которые вы можете нанять. И цена найма. Также отображается мораль и опыт вашей команды и людей, которые можно нанять. Если ваша команда неопытна и слаба духом, то найм опытных матросов с высокой моралью поднимает эти показатели на вашем судне. Если вы захотите узнать больше, но это я уже знаю. Еще двое человек нашел. Эй, если хотите, капитан, я могу рассказать вам о том, как модернизировать ваш корабль. Конечно, с удовольствием. Модернизированный корабль можно на верфи. Ну, пока я еще только продал корабль свой. Интерфейс модернизации позволяет вам улучшить корпус, паруса, а также тип, качество и количество пушек на вашем корабле. Для корпуса и парусов доступно три уровня улучшений, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Улучшение пушек имеет лишь один недостаток. Цену. Типов же пушек два. Собственно, пушки и кулеврины. Кулеврины стреляют дальше пушек, но наносят меньше повреждений и дольше перезаряжаются. Если вы захотите, ну, это мы уже знаем. Хорошо, я, во, смотрите, у меня повысен уровень именно за счет того, чтобы я набрал такой опыт. А вот насчет того, что опыт, 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 следующий уровень 4000, ну, я думаю, что с этим со всеми мне будет, вот я второй уровень, и мне повысилось умение и способность одна добавилась. Ладно, со временем мы это все разберем. Давайте пообщаемся со всеми теми, чтобы уж до конца знать наши знания. Приветствую, капитан. Я вижу, вы вооружены. Не хотите ли узнать побольше об искусстве фехтования? Конечно, с удовольствием. В бою вам доступны четыре вида ударов. Колющий удар, который наносит небольшие повреждения, но тратит совсем немного вашей энергии. Рубящий удар, наносит чаще больше повреждений, но и отнимающий больше энергии, чем колющий. Пробивающий удар, который отнимает у вас много энергии, но способен пробить блок противника и нанести тяжелые повреждения. Наконец, круговой удар, нанимающий много энергии и наносит повреждения всем противникам и непосредственным близко от вас. Также вам доступны три вида защиты блок, который предотвратит получение удара от противника прямо перед вами. Парирование, с помощью которого вы можете отвести в сторону удар противника и получить хорошую возможность для контратаки. И финт, использовав который, точно в момент вражеской атаки вы сможете нанести противнику моментальный и неожиданный удар. Спасибо за такую информацию. Кто еще есть тут у нас? Так, надо еще будет зайти, кроме таверны, еще в магазин надо будет сходить. Ну давайте сначала зайдем в таверну, но перед этим нужно пообщаться еще с людьми, с кем я не общался. Побольше опыта будет никогда не помешать. Женщины почему-то не говорят со мной. Не желаете узнать побольше о заданиях на потоплении кораблей? Я неплохо в этом разбираюсь и мог бы рассказать вам много полезного. Конечно. Победить в морском бою непростое дело, особенно если у врага больше пушек и бойцов, чем у вас. Получив такое задание, плывите к острову, рядом с которым в последний раз видели судно. Если вы успели вовремя, то выйдя в море, рядом с островом вы найдете корабль неподалеку. Потопите его и возвращайтесь к человеку, который дал вам задание. За награды над головой человек, который может дать вам задание, всегда висит восклицательный знак А над головой человека, с которым нужно поговорить для продолжения миссии или получить награды вопросительные. Это мы уже тоже знаем. Ладно, дополнительные очки опыта я получил. Хорошо. О, еще один человек. О, какое-то уже задание. Капитан, я могу рассказать вам немного о том, как управлять кораблем. Это может пригодиться вам в дальнейшем плавании. Конечно. Существует множество разных типов кораблей. Их характеристики существенно различаются. Например, корабли, оснащенные большим количеством косых парусов, лучше плавают против ветра, чем те, которые оснащены в основном прямыми парусами. Но зато последние быстрее плавают по ветру. В бою следует учитывать, что со спущенными парусами корабль имеет меньше скорость, но лучше маневрирует. А главное, спущенные паруса почти не получают повреждения от вражеского огня. Постарайтесь заполучить хорошую подзорную трубу и всегда следить за тем, чтобы чем заляжены вражеские пушки. Это поможет вам принимать в бою верное решение. Для того, чтобы взять вражеский корабль на абордаж, нужно подвести свой корабль к врагу так, чтобы ваш борт был расположен по возможности параллельно борту противника. А скорость не сильно отличалась. Чем больше очков вы вложите в умение абордаж, тем менее жестким будут эти ограничения. Спасибо! Очень много информации интересной получил. С ней нужно разбираться, но если вы не знаете, если вы не пробовали играть, то, конечно, придется очень долго думать. Я, на самом деле, все помню прекрасно, потому что вот только перед началом съемки я прошелся, простудировал это все буквально вот только что, а на самом деле я помнил все очень не очень хорошо. Так, вот этот вот парень даст мне задание. У меня для вас выгодное предложение. Праде Бенуа. Ак! Я весь вне себя от злости. Эти неблагодарные сволочи устроили бунт на моей плантации. Мне пришло прибегнуть к помощи гарнизона, будь он неладен, но вы, как я посмотрю, являетесь капитаном. Может быть, у вас в трюмах есть, чтобы восполнить число моих рабов? Я заплачу вам пять тысяч тридцать два пиастра за этих грязных ублюдков. Не верите? Да спросите каждого. Пойдите и спросите, и я вам ответил, что Праде Бенуа еще никогда никого не обманывал. По рукам, капитан. Клянусь, более выгодной сделки вы еще не видели. Хорошо. Я берусь за нее. Тогда я буду ждать вас, капитан. Вас и то, о чем мы только договорились. Постараюсь выполнить поручение так, как смогу. Вот эти задания, они самые... Вот он будет до тех пор с вопросительным флагом ходить, пока я не вернусь с рабами. Ну, до рабов мне еще очень далеко, но тем не менее я взял это же задание, потому что он даст мне довольно приличную сумму в свое время, когда я принесу им сколько рабов ему надо. Сейчас даже можно посмотреть. Так, ему надо 37 рабов, и получу я 5000 пиастров. Довольно неплохо, но чтобы взять этих рабов, нужно топить другие корабли. Именно там берутся эти самые люди. Так, ну давайте зайдем, может быть, сейчас сначала первым делом... ...в магазин. Именно в магазин. И посмотрим, что у нас тут есть. Так. Приветствую вас в своем магазине. Хотите взглянуть на мои товары? Конечно. Что у тебя есть? У меня богатый сетмин в различных товарах, капитан. Покажите мне свои товары. Так, вот на своем барке что я могу с собой... У меня почти полный трюм, так что я даже не знаю. Я ничего не могу купить на самом деле. Ну, можно попробовать, конечно, будет немножко купить. Но, чтобы проверить, что я могу купить, нужно посмотреть вот так вот. Так, если вот тут наиболее дорого стоит сахар, ром. Паприка стоит, наоборот, наиболее дешевле. Шелк дешевле. Паприка, шелк. Еще что-то. Третье должно быть. Паприка, шелк и еще что. А все, паприка и шелк только. Ладно. Я могу сейчас сразу посмотреть. Все это смотрится очень просто. Где можно выгодно все это продать. Паприка и шелк. Давайте смотрим. Паприка и шелк. Паприка и шелк. Паприка. В Монсеррат можно хорошо, выгодно продать паприку. А, шелк в Святой Кикс. Так, Монсеррат. Где находится Монсеррат? Давайте посмотрим. Монсеррат. Вот он, как раз рядом. Может быть, я туда сразу следом и пойду, наверное. Вот сюда вот поплыву. Я думаю, что это будет неплохо. Давайте тогда, как можно, возможно, больше соберем вот этого товара, который он мне может предложить. Какую паприку, да, по-моему. Паприку я хотел. Сколько смогу, наберу в свой трюм. В принципе, не так много, да, могу. Только три паприки. Ну, выгода будет не очень большая. Но у меня, так как я продал свой корабль большой, В принципе, Я думаю, что Мы окупимся. Я именно потому и продал свой корабль, более-менее нормальный люгер. Для того, чтобы начать игру с самого начала, с самого интересного, Как бы, ну, всегда начинать с самого начала интересно. Мне, по крайней мере, не знаю, как вам. И с самого сложного этапа. Вот в том-то и есть, что у меня сейчас самая простая лодочка, шлюпка. И когда я начну выполнять задания, допустим, на доставку рабов, Или доставку, допустим, каких-то пассажиров на какой-то остров, Я буду получать денежки. Вот еще один человек, что он хочет. Буду получать денежки в итоге. И смогу купить более хороший корабль. Вон тот корабль. У меня был лучше люгер. А сейчас вот такая вот фигнюшка. Покажите мне услугу, капитан. Альбан Базон. Эй, капитан, не могли вы им помочь мне? Дело в том, что я должен доставить партию рабов одному местному плантатору. Но во время плавания на моем корабле случился мор. И теперь мне необходимо где-то достать. Я пробовал купить недостающих рабов на местном рынке. Но здешние цены сделают из меня нищего. Что вы скажете о 7344 пассажиров, я заплачу, если вы выполните мою просьбу? Вот это преимущество вот этих вот на доставку рабов заключается в том, Что оно безвременно. То есть, не имеет значения, через какое время вы привезете. Единственное, вы должны привезти этих рабов ему. Тогда я буду ждать вас, капитан. Вас и то, о чем мы только что говорили. Постараюсь выполнить полученный так быстро, как смогу. Вот еще одно задание взял на рабов. На этот раз нужно... Сколько? Гораздо больше, да? Опять же, на Галваделупу. Тут 54 раба нужно достать. Да, но нужно будет постараться, чтобы это сделать, пока мы не покидаем еще это место. И, между прочим, могу показать вам, что действительно время еще пока не изменилось. Оно так и есть, 1024. После того 1024, как оно было с самого начала, так оно и осталось. Давайте зайдем еще в таверну. Ну, еще раз пробегусь по острову. Может быть, кого-нибудь еще найду. Задание какое-нибудь простое, простенькое. О, этот парень даст мне опыт. Здарова. Как поживаете, капитан? Не хотите ли узнать побольше о доставке грузов? Конечно, с удовольствием послушаем. Задание на доставку грузов делится на два типа. Доставка грузов и колонии, на которую вы получили задание в другую. И наоборот, доставка товара с другой колонии в ту, где вам дали задание. Если вам нужно отвезти товар на другую колонию, то ваша команда сама погрузит его при получении задания. А получатель, который примет товар, купец в магазине той колонии. Если же вам нужно привезти товар в другой колонии, то погрузить его можно, опять же, поговорив с тамошним магазине с купцом. А получатель в таком случае тот человек, который дал вам задание. Но учтите, если вы в результате повреждения корабля потеряете часть товаров, вам придется докупить нужное количество на свои деньги, если вы захотите успешно закончить задание. Над головой человека, который может дать вам задание, всегда висит отрицательный знак. А над головой человека, с которым нужно поговорить для продолжения миссии, висит вопросительный знак. Да, все ясно. Ладно, здесь я еще взял задание одно. То есть, два задания взял и опыта получил за то, что мне хорошо рассказали о всех моих вещах, которые нужно было сделать. Так, ладно, давайте зайдем сейчас в таверну и поговорим с тавернчиком. Так, кто тут еще есть? О, еще один парень может нам кое-что рассказать. Давайте спросим у него. Эй, капитан, не хотите ли узнать о новом для себя занятии? Это может быть весьма опасно для вашей жизни и репутации, но за то, какие прибыли, почему бы нет? Тогда слушайте, я расскажу всю правду о контрабанде. Контрабандой товар. Иногда можно найти в захваченных кораблях, а некоторые капитаны промышляют этим славным ремеслом. Если у вас в трюме есть такой товар, загляните на любой из необитаемых островов, и вы наверняка встретите одного из наших кораблей. Просто кликните его, погрузите товар и взамен вы получите золото. Спасибо за совет. Еще советик я получил. Так, вот этот парень, скорее всего, может дать мне задание на доставку какого-то корабля. Просто надо знать точно, какие острова где находятся. Я вот на самом деле не все помню, да? Ямайка, Испаньола, Тартуга, Пуорто-Рико. Тут даже пиратские из Ламона есть. Кроме этого есть Святой Мартин, Святой Австатиус, Евстей, не помню как точно звучит, Антигуа, Святой Китс, Невис, Монсеррат, Мари Галланты, Доминика, Мартиника, Барбадос, Гренада и последняя Курасао, последний остров. А мы пока находимся на Гваделупе. Единственное, это французская колония, центральная. И я сейчас хочу именно начать как французам. Почему как французам? Потому что лояльность французов ко всем, она более-менее нормальная. А сейчас у меня Испания, Голландия и пираты, все врождены ко мне. Так что если я к французам призренюсь, то вот эти вражеские отношения будут намного лучше у меня, по-моему, насколько я могу судить правильно. Так, давайте спросим у этого человека, какое задание он может дать. Судно Ребекка должно достичь Тартуги в целости и сохранности. Позаботьтесь об этом, и вы получите 2585 пиастров. Вы должны успеть задание за 65 дней. Но мне придется постоянно это судно с собой таскать 65 дней. В Тартугу как бы далековато, я не знаю. Если я соглашусь и не выполню задание, то репутация моя упадет. А денег-то не так много, да? Блин, я не знаю. С собой буду таскать все этот корабль довольно далеко. Я хочу пройти все корабли по порядку. Нет, я отказываюсь. Короче, все острова хочу пройти, а Тартуга она очень далеко, и так что придется очень долго ехать сюда. Ладно. Давайте поговорим с трактирщиком. Самая главная наша задача сегодня поговорить еще с трактирщиком. Добро пожаловать, мой таверно! Чем могу быть полезен? Какие услуги ты можешь мне предложить? Команда. У меня команда полная, так что мораль, конечно, не очень хорошая, да, получается. Мораль показывает... Мораль нормальная. У него повышенная. Ладно, давайте офицеров посмотрим. Так. Мартин Гальяне. Пятый ранг. Ну, блин, слишком дорого. Надо какой-то с первым рангом. И тут шестой ранг. Мартин Куберц. Шестой ранг. В принципе, пятый-шестой ранг это не для меня. Слишком дорого это все стоит. Несмотря на то, что у меня деньги есть, но я пока жалования не получаю, а они будут получать жалования, и у меня быстро кончатся деньги. Припасов у меня много. Ну, потому что, как бы, продал свой большой корабль. Слухи. Чтобы узнать последние слухи, вы должны заплатить 100 пиастров. 8 января. То есть, это сегодняшний день. Известный корсар по имени Мегис Балибар поступил на службу испанцев. Слыхали? Знаменитый торговец по имени Ханас Гесел. Теперь служит в Англии. Донаты. Ну, короче, тут такие мелкие слухи. Ладно, давай еще покупаем. Все эти слухи, которые слыхали. Знаменитый торговец по имени Базон. Теперь служит в Англии. Слыхали? Знаменитый торговец по имени Изер Барт Калец теперь служит на... Да. Новости. Зачем я слушаю новость? Потому что там могут быть мне интересные слухи, когда... Вот там насчет повышения, понижения цен. И, наверное, это будет очень важно. А пока эти слухи пока связаны только с тем, что разные все окончились. Извините, на данный момент у меня нет больше слухов. Хорошо. Я никакого из офицеров здесь не купил, потому что они стоят довольно дорого. Так. Ну и первое дело, которое я хотел завершить, это отправиться в резиденцию главе Гваделупы, главе французской компании. Вот она находится, эта резиденция. И я думаю, что вполне возможно... А, есть двое человек требуют от меня рабов. Может быть, что-нибудь еще найду. В церковь я все равно пока попасть не могу. Так. На остров тоже. Здесь я бывал уже везде, да? И в Верфи побывал, и сходил в таверну, и сходил в магазин, и теперь в резиденцию главы Гваделупы и французской резиденции Гваделупа. К нему можно заходить только днем, так что ночью у вас это не получится. Ну давай. Поговорим с ним. Здравствуйте, капитан. Ванетта Бенуа. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу знать, с кем разговариваю. Мое имя Блейз Шарп. Блейз? Хм. Да, кажется, я что-то о вас слышал, но вернемся к делам. Какова причина вашего президента? Я хочу поступить на государственную службу в Франции. Именно вот только вот тут, в Гваделупе можно поступить на службу французам. К голландцам это в Кюрасао можно поступить, потом испанцам и англичанам других, я точно не помню на каких островах, но где-то там тоже есть свои резиденции. Вот. Я хочу поступить на государственную службу. Отлично, мы нуждаемся в таких людей, как вы. Какие бумаги мне необходимы вся, чтобы утрясти формальности? Хорошо подумайте, прежде чем ставить свою подпись, ибо если после получения этого патента вы решите сменить хозяин, то потеряете мое расположение и расположение моей страны. Все уже обдунуло, давайте бумаги. Мне нравится решение, теперь вам осталось доказать свою преданность на деле. Так что, когда вы решите, что патент вам нужен, не только для украшения кают, зайдите ко мне, и возможно у меня для вас будет дело, конечно. Отлично, теперь я поступил на службу к французам. Что это значит? Карьера. Теперь я патент активен, и смотрите, сразу у меня настороженное, но не враждебное отношение испанцев, голландцев и пиратов стало. Англия дружелюбная, Франция вообще великолепная, контрабандисты тоже дружелюбные, торговцы нейтральные. То есть, если я не доставлю рабов, то получится, что контрабанда будет ухудшена у меня. Так, вот, я на службе у Франции. Патент Франции лежит у меня в кармане. Теперь у меня нет врагов. Так, это у меня история, да, слухи. И вот, 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 вот тут внизу. Теперь у меня нет врагов. Даже пираты и то ко мне лояльны стали, потому что французы ко всем лояльны, ко всем. Если бы я поступил на службу к пиратам, то может быть только французы были бы ко мне благосклонны, остальные нет. Если бы я поступил к англичанам, то голландцы и французы были бы ко мне лояльны, а испанцы нет. Если бы я поступил к испанцам, то кроме французов наверное никто бы ко мне уже не относился, но Франция это самое положительное дружеское отношение и сейчас мне можно спокойно плавать по всем городам, которые только можно тут по всем островам, которые тут имеются. Насчет расстановки можно сразу и умение увеличить, да? Давайте может быть увеличим. Первым делом я буду увеличивать авторитет, а может быть навигация. Я никого не купил, так что может быть удачу все-таки улучшим сначала. Удачу и навигация. Я найму специальных солдат, которые двух можно себе бойцов вот двух можно будет иметь, даже трех которые будут ходить со мной всегда и за моей спиной и всегда защищать меня если на меня кто-то будет нападать. Давайте добавим какие-нибудь способности. Какие мы можем добавить способности канонир? На правую клавишу мыши говорит о том, что ваш канонир стреляет в первую очередь поразить жизненно важные части вражеских кораблей, что кучности стрельбы плюс 5% вероятность критического упаления минус 5% на повреждения сними вашими выстрелами. Так, с чего начнем? Канонин камикадзе это будет после того, как я приобрету это. Ладно, с чего начнем тогда? Может быть сначала начнем с торговцев, а? Потому что у меня сейчас денег нету, а мне хотелось бы все-таки студент. Во, студент классная вещь по-моему. Вам легко даются науки, вы обладаете пытливым умом и любите вникать в суть дела, бонус скорости набора опыта плюс 10%. Вот это она в первую. Беллиофил. Чтение книг по ночам не прошло для вас даром, каждые 3 уровня вы получаете 2 очка. Вот это вот надо сначала прокачать вот эти первые 3. Студент, библиофил и учитель. Дальше Заровяк, Тяжелая рука. Я думаю, что вот это самое будет выгодное пока. Так, что еще могу? Могу, наверное, и библиотифил тоже добавить себе. То есть опыта будет гораздо больше. Так, а нет, не могу. Почему-то пока не могу. Видимо, какой-то уровень должен быть у меня, чтобы я смог владеть этим всем, да? То есть не ниже, наверное, второго или какого-то там уровня. Маклер, торговец, морговец, морговец. Так, торговец, зерцатель. А нет, библиофил можно. Давайте добавим сразу. Сразу улучшим свои способности, чтобы потом было легче нам продвигаться. Все, я улучшил своего персонажа и у меня у французского командира есть ко мне задание. Рад видеть вас, Блейз. С какой целью у вас, пожалуй? Нет ли у вас для меня какого-нибудь задания? За 44 дня нужно заставить человека по имени Мегас Боне в Сан-Хуан. Если вы успеете, в срок я заплачу вам 3036 пиастров. Интересно предложение. Я берусь. С удовольствием возьму. Тогда я пожелаю вам удачи. Отлично. Теперь я на службе французов и взял задание у самого губернатора. Губернатор, вот как называется. Не командир, это называется губернатор. Чтобы доплыть туда, куда мне нужно, мне понадобится довольно долгое время. Вот где-то здесь, Порто-Рико, Пальниола. Тем не менее, все, наверное, на сегодня уже хватит. Кстати, в таверне можно еще и заночевать. Давайте до ночи поспим, а потом ночью уже отправимся в плавание. Чтобы отправиться, то есть переночевать, можно использовать вот что. Если здесь на несколье время, можно какой срок вы хотите остановиться до ночи. Это обойдется вам пять золотых. Я могу бесплатно остаться здесь вот сидеть, просто посидеть за эти деньги. Я переночу в общем зале и время пройдет все равно. Но я хочу переночевать именно в номере. Все, ночь прошла, то есть наступила ночь, наоборот, я нахожусь в комнате, отправляемся в таверну. Все отлично. О, какое-то задание есть. когда я вижу... Да, это же... Не помню, как тебя зовут. Ну, ладно, присаживайся, выпьем. Это не тот человек. Вот, я хочу. Меня зовут волнует безопасность судна Реквин, плывущий в Сан-Хуан. И я хочу нанять для этого эскорт за 3000 пиастров. Неплохая плата за такую работу. Вы должны успеть выполнить задание за 42 дня. Блин, не хочется 42 дня. Сан-Хуан, я еду туда все равно по делу. Может быть, сначала туда сплаваем? Я думаю, что я возьму это задание. Тем более, деньги мне не повреждят никогда. Ночь на дворе. Я думаю, что все. Сейчас я отправляюсь в плавание. А с вами до новых встреч. Подписывайтесь на канал, смотрите видео. Если вам будет интересно, если вы заходите, мы можем поиграть с вами в эту игру на запись на канале. и это стратегия, которая мне очень нравится. До новых встреч, ребят. До новых встреч. До новых встреч. Кстати, поехали. Сядем на наш корабль и посмотрим оттуда ночью на нашу шлюпочку. Наша шлюпка вот какая. Не такая и большая. Вот я могу перемещаться даже по ней. Я вот не знаю, чей это корабль. А кстати, как я не помню, как использовать бинокль. Ну ладно, подзорную трубу, не бинокль. Я помню, как перемещаться по этому кораблю. Тем не менее, я могу поднять парус. Поднять паруса! Все, потихонечку плывем. Вот это мне нравится очень сильно. Действительно реалистично так довольно быстро плывет. Вроде бы маленький корабль. Тем не менее, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока, ребят. Пока.